Добрый день, дорогие зрители телеканала Улправда ТВ. Вы смотрите программу видео-чат. Меня зовут Дарья Судрева. Сегодня в программе мы обсудим формирование бюджета на 2021 год и плановый период двух следующих годов в Российской Федерации и в Ульяновской области. Представлю наших гостей сегодня. Это заместитель и председатель общественной палаты Ульяновской области Анатолий Лапин. Здравствуйте. Добрый день. И доцент кафедры экономического анализа и государственного управления Ульяновского госуниверситета Ольга Киселева. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие зрители, мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать вопрос нашим гостям. Номер увидите на своих экранах. Это 8 927 814 05 99. Проект бюджета Российской Федерации и других регионов, в том числе Ульяновской области, готовят ко второму чтению. Расскажите, в первую очередь, как формируется федеральный бюджет, потому что очень много жителей не знают об этом. Здесь, как бы, сама процедура регламентирована достаточно строго бюджетным кодексом Российской Федерации, рядом других федеральных законов, определяющих, так скажем, основу бюджетного процесса. Сам процесс формирования федерального бюджета, он фактически стартует с начала очередного календарного года, несмотря на то, что бюджет принимается в конце года, в октябре, в ноябре. Сам процесс начинается с января-февраля. Здесь, конечно, достаточно много стадий. В любом случае и федеральные, и региональные бюджеты, здесь процедура и местные бюджеты, процедура здесь примерно одинаковая. То есть сначала разрабатывается прогноз социально-экономического развития территории. На его основе формируются ключевые параметры бюджета, прежде всего в доходной части. Потом Министерство финансов формирует уже более укрепленную такую структуру расходов, согласует ее со всеми другими министерствами. И в конечном итоге вот этот вот проект бюджета направляется в Государственную Думу, если мы говорим о федеральном бюджете для рассмотрения уже по существу, или в законодательное собрание Ульяновской области, если речь вести об областном бюджете, или в Городскую Думу, если мы говорим о местном бюджете. Дальше происходит рассмотрение уже в комитетах, комиссиях, вот этих вот структур, органов государственной власти, законодательных. И дальше выносится уже на рассмотрение итоговое. Сам бюджет принимается в двух чтениях. В первом чтении определяются у нас ключевые параметры, доходы, расходы, дефицит, профицит, источники финансирования, дефицита, например, ну ряд других в данном случае параметров, в том числе на два следующих года, то есть мы сейчас перешли, ну уже не сейчас, уже достаточно давно перешли на трехлетний, такое бюджетное планирование. Во втором чтении у нас детализируется структура расходов. Уже детально в данном случае все прописывается, кому сколько из главных распорядителей бюджетных средств, то есть это те структуры, которые имеют право распределять выделенным финансированием уже по подчиненным им учреждениям и другим структурам. Ну и в конечном счете мы получаем достаточно детализированный текст бюджета, где все расписано по доходам и по расходам. Опять же это не догма в этом смысле. В процессе получения дополнительных доходов или наоборот сокращения этих дополнительных доходов бюджет корректируется, даже не говорю может, он корректируется в этом отношении, корректируется примерно поквартально с тем, чтобы вот эти вот нюансы, что у нас происходит в экономике, как это все начинает влиять или влияет на структуру доходов и расходов бюджета и, соответственно, как это все мы можем применить к действующей ситуации. Кому-то добавляются деньги, у кого-то убираются. Вот последние годы, принято говорить, и федеральный и региональный бюджеты, они у нас направлены больше на социальную направленность имеют. Вот насколько ульяновский бюджет сбалансирован в этом смысле и почему только последние годы так говорят? Вот раньше такого не было? На самом деле было, я не помню ни одного года, с начала 90-х годов, ни одного года, я не помню, чтобы у нас, например, говорили, что у нас бюджет какой-то, ну, не просто там, не социальный, да, какой-то другой. Вот, социальный он прежде всего, потому что основная часть расходов бюджета, регионального бюджета, это ключевые такие социальные направления, отрасль образования, здравоохранения, социальная политика, вот выплата с различных социальных пособий, физическая культура и спорт, культура, вот на все это приходится процентов 80, подчеркну, вне зависимости от доходов. Ну вот, такая структура, она, в общем-то, говорит о том, что вот бюджет социальный. Весь вопрос в том, насколько, как бы, это хорошо или плохо, то есть, насколько, наряду с необходимыми, как бы, лимитами финансирования вот этих вот структур, мы не можем, например, бросить финансирование школ на полпути в течение года. Насколько у бюджета хватает экономических ресурсов для того, чтобы запускать экономические проекты развития, которые, как дольные коровы, потом будут увеличивать, так сказать, доходы территориального, там, федерального и местного бюджета. Вот это вот уже вопрос, который можно обсуждать. Ну, хочу дополнить, Антон Евгеньевич, на самом деле, действительно, основная функция государства — это обеспечение решения социальных задач, да, поэтому, действительно, государственные расходы прежде всего направляются на выполнение этих социальных задач. Поэтому мы говорим, что бюджет социально ориентированный. Кроме того, расходная часть бюджета строится всегда по программному принципу, то есть, практически все расходы бюджета формируются вот в рамках реализации различных программ. Вот, например, в нашей Ульяновской области, опять же, более 50 расходов всего бюджета направлены на три основные программы. Первая программа — это развитие здравоохранения, вторая программа — модернизация и развитие образования, третья программа — социальная поддержка населения. Как раз вот три основные вопросы. Да, действительно, есть такое понятие, как бюджет развития. Когда мы говорим о том, что часть расходов бюджета направляется на развитие экономики, хозяйственных каких-то вот отраслей. Но здесь весь вопрос, как справедливо Анатолий Евгеньевич сказал, доходной части нашего бюджета и тех основных задач, которые стоят сегодня у нас перед государством, перед регионом. — Если говорить про доходы и расходы, как строятся эти цифры в федеральном бюджете и в региональном бюджете? — Ну, в принципе, на сегодня картина так более-менее ясна из того бюджета, который внесен был. Примерно по доходу мы имеем, я грубо, без детализации, около 19 триллионов рублей. По расходам порядка 22 триллионов рублей. То есть, в целом мы имеем около 3 триллионов рублей дефицита федерального бюджета. Я сейчас о федеральном бюджете говорю. Это больше 2% валового внутреннего продукта. Это достаточно большая сумма. Вот что меня больше всего тревожит, это источники погашения дефицита. То есть, на сегодня заложен следующий параметр, что если в 2020 году считается, что государственный долг относительно экономики составляет где-то порядка 13%, то через три года планируется его увеличить до примерно 21-22%. То есть, идут долговые, как бы идет основной источник финансирования, это долговой. Весь вопрос в том, кто и когда будет выплачивать вот эти вот долги. В принципе, вот для государства в целом, мы сейчас не берем ситуацию в Ульяновской области, для государства в целом, конечным итогом или конечным инструментом погашения государственного долга является увеличение налогообложения на граждан и, так скажем, компании, на бизнес в этом отношении. Поэтому, конечно, вот увеличение долгового финансирования, это, ну, как бы, это очевидный, так сказать, инструмент того, что у нас налоговая нагрузка в будущем снижаться не будет, а будет только возрастать. Потому что нам нужно будет вот эти вот источники, долговые источники возвращать тем или иным образом. Теперь то, что касается областного бюджета. По доходам мы имеем где-то порядка 65 миллиардов рублей. По расходам мы имеем порядка 71 миллиарда рублей. То есть, дефицит составляет тоже около 6 миллиардов рублей. И тоже основной источник финансирования долговой. Примерно в полтора раза планируется с 23 до 38 миллиардов рублей увеличить, ну, как бы, плановые показатели, верхние показатели объемов государственного долга субъекта Российской Федерации с названием Ульяновской области. Это, опять же, планово, как бы, вот по вот этому закону, по проекту бюджета составит около 80% в 2022 году, около 80% собственных доходов. Еще 20% и Ульяновскую область можно объявлять банкротом. Так же, как сейчас объявлено, как бы, внешнее финансовое управление в республике Ингушетия. Поэтому вот этот вот источник, как бы, долговой источник финансирования бюджетной системы, это вещь очень тяжелая. Очень тяжелая. И для региона тоже очень насущный вот этот вот вопрос. А кто будет выплачивать вот эти вот долговые обязательства? Все-таки это ни много, ни мало, а порядка 40 миллиардов рублей будет. Кто будет выплачивать вот эти вот долги? То есть, можно, конечно, надеяться на то, что основной кредитор в виде Минфина, ну, как бы, простит эти долги. А если не простит, чем мы будем расплачиваться в этом отношении? Кто и чем будет расплачиваться? Поэтому вот здесь, как бы, при выборе политики управления бюджетными расходами существуют два варианта, две модели. Вот первая модель, она у нас фактически была пробирана, и, по всей видимости, она, как бы, заложена и дальше на следующую трехлетку. То есть, мы пытаемся, невзирая на доходы, за счет увеличенных государственных расходов и, соответственно, растущего дефицита бюджета, растущего государственного долга, поддержать региональную экономику, поскольку другие компоненты экономики в виде инвестиций, потребительских расходов, разницы между, как бы, экспортом и импортом, я перечислил три из четырех компонентов валового внутреннего продукта, они сжимаются или стагнируют. Поэтому других вариантов, кроме как увеличения государственных расходов, для стимулирования экономики, у нас нет. То есть, мы пытаемся, как бы, за счет увеличенных госрасходов запустить вот этот вот останавливающийся, остановившийся механизм региональной экономики, надеясь на то, что, когда экономика региональная будет показывать высокий показатель роста, мы тогда вернем все вот эти вот долги. То есть, такое циклическое, как бы, циклическое управление долгом. На этапе спада госдолг увеличивается, на этапе роста государственный долг сокращается. В итоге, так сказать, за весь цикл получается нулевой баланс. Вот это вот первая модель. Вторая модель, она более в этом смысле, как бы, сиюминутная. То есть, нужно балансировать конкретно. Добрый день, дорогие зрители телеканала «Улправда ТВ». Вы смотрите программу «Видеочат». Меня зовут Дарья Сударева. Сегодня в программе мы обсудим формирование бюджета на 2021 год и плановый период двух следующих годов в Российской Федерации и в Ульяновской области. Представлю наших гостей сегодня. Это заместитель и председатель общественной палаты Ульяновской области Анатолий Лапин. Здравствуйте. Добрый день. И доцент кафедры экономического анализа и государственного управления Ульяновского госуниверситета Ольга Киселева. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие зрители, мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать вопрос нашим гостям. Номер увидите на своих экранах. Это 8 927 814 05 99. Проект бюджета Российской Федерации и других регионов, в том числе Ульяновской области, готовят ко второму чтению. Расскажите, в первую очередь, как формируется федеральный бюджет, потому что очень много жителей не знают об этом. Здесь сама процедура регламентирована достаточно строго бюджетным кодексом Российской Федерации и рядом других федеральных законов, определяющих основу бюджетного процесса. Сам процесс формирования федерального бюджета фактически стартует с начала очередного календарного года, несмотря на то, что бюджет принимается в конце года, в октябре, в ноябре. А сам процесс начинается с января-февраля. Здесь, конечно, достаточно много стадий. В любом случае и федеральные, и региональные бюджеты, здесь процедура и местные бюджеты, процедура здесь примерно одинаковая. То есть сначала разрабатывается прогноз социально-экономического развития территории. На его основе формируются ключевые параметры бюджета, прежде всего в доходной части. Потом Министерство финансов формирует уже более укрепленную такую структуру расходов, согласует ее со всеми другими министерствами. И в конечном итоге вот этот вот проект бюджета направляется в Государственную Думу, если мы говорим о федеральном бюджете для рассмотрения уже по существу. Или в законодательное собрание Ульяновской области, если речь вести об областном бюджете. Или в Городскую Думу, если мы говорим о местном бюджете. Дальше происходит рассмотрение уже в комитетах, комиссиях вот этих вот структур, органов государственной власти, законодательных. И дальше выносится уже на рассмотрение итоговое. Сам бюджет принимается в двух чтениях. В первом чтении определяются у нас ключевые параметры, доходы, расходы, дефицит, профицит, источники финансирования. Дефицит, например, ну ряд других в данном случае параметров. В том числе на два следующих года, то есть мы сейчас перешли, ну уже не сейчас, уже достаточно давно перешли на трехлетний такое бюджетное планирование. Во втором чтении у нас детализируется структура расходов. Уже детально в данном случае все прописывается, кому сколько из главных распорядителей бюджетных средств. То есть это те структуры, которые имеют право распределять выделенным финансированием уже по подчиненным им учреждениям и другим структурам. Ну и в конечном счете мы получаем достаточно детализированный текст бюджета, где все расписано по доходам и по расходам. Опять же это не догма в этом смысле. Вот в процессе получения дополнительных доходов или наоборот сокращения этих дополнительных доходов бюджет корректируется. Я даже не говорю может, он корректируется в этом отношении. Корректируется примерно поквартально с тем, чтобы вот эти вот нюансы, что у нас происходит в экономике, как это все начинает влиять или влияет на структуру доходов и расходов бюджета. И соответственно, как это все мы можем применить к действующей ситуации. Кому-то добавляются деньги, у кого-то убираются. Вот последние годы, принято говорить, и федеральные и региональные бюджеты, они у нас направлены больше на социальную направленность имеют. Вот насколько ульяновский бюджет сбалансирован в этом смысле и почему только последние годы так говорят? Вот раньше такого не было? На самом деле было. Я не помню ни одного года, с начала 90-х годов, ни одного года я не помню, чтобы у нас, например, говорили, что у нас бюджет какой-то, ну не просто там не социальный, да, какой-то другой. Вот социальный он прежде всего, потому что основная часть расходов бюджета, регионального бюджета, это ключевые такие социальные направления. Отрасль образования, здравоохранения, социальная политика, вот выплата с различных социальных пособий, физическая культура и спорт, культура, вот на все это приходится процентов 80, подчеркну, вне зависимости от доходов. Ну вот такая структура, она, в общем-то, говорит о том, что вот бюджет социальный. Весь вопрос в том, насколько как бы это хорошо или плохо, то есть насколько наряду с необходимыми как бы лимитами финансирования вот этих вот структур, мы не можем, например, бросить финансирование школ на полпути в течение года. Насколько у бюджета хватает экономических ресурсов для того, чтобы запускать экономические проекты развития, которые как дольные коровы потом будут увеличивать, так сказать, доходы территориального, там, федерального и местного бюджета. Вот это вот уже вопрос, который можно обсуждать. Ну, хочу дополнить, Антон Евгеньевич, на самом деле, действительно, основная функция государства, это обеспечение решения социальных задач, да, поэтому, действительно, государственные расходы прежде всего направляются на выполнение этих социальных задач. Поэтому мы говорим, что бюджет социально ориентированный. Кроме того, расходная часть бюджета строится всегда по программному принципу, то есть практически все расходы бюджета формируются вот в рамках реализации различных программ. Вот, например, в нашей Ульяновской области, опять же, более 50 расходов всего бюджета направлены на три основные программы. Первая программа — это развитие здравоохранения, вторая программа — модернизация и развитие образования, третья программа — социальная поддержка населения. Как раз вот три основные вопросы. Да, действительно, есть такое понятие, как бюджет развития, когда мы говорим о том, что часть расходов бюджета направляется на развитие экономики, хозяйственных каких-то вот отраслей. Но здесь весь вопрос, как справедливо Анатолий Евгеньевич сказал, доходной части нашего бюджета и тех основных задач, которые стоят сегодня у нас перед государством, перед регионом. Если говорить про доходы и расходы, как вот строятся эти цифры в федеральном бюджете и в региональном бюджете? Ну, в принципе, на сегодня картина так более-менее ясна из того бюджета, который внесен был. Примерно по доходу мы имеем, я грубо, без детализации, около 19 триллионов рублей. По расходам порядка 22 триллионов рублей. То есть в целом мы имеем около 3 триллионов рублей дефицита федерального бюджета. Я сейчас о федеральном бюджете говорю. Это больше 2% валового внутреннего продукта. Это достаточно большая сумма. Вот что меня больше всего тревожит, это источники погашения дефицита. То есть на сегодня заложен следующий параметр, что если в 2020 году считается, что государственный долг относительно экономики составляет где-то порядка 13%, то через три года планируется его увеличить до примерно 21-22%. То есть идут долговые, как бы идет основной источник финансирования, это долговые. Весь вопрос в том, кто и когда будет выплачивать вот эти вот долги. В принципе вот для государства в целом, мы сейчас не берем ситуацию в Ульяновской области, для государства в целом конечным итогом или конечным инструментом погашения государственного долга является увеличение налогообложения на граждан и, так скажем, компании, на бизнес в этом отношении. Поэтому, конечно, вот увеличение долгового финансирования, это, ну, как бы, это очевидный, так сказать, инструмент того, что у нас налоговая нагрузка в будущем снижаться не будет, а будет только возрастать, потому что нам нужно будет вот эти вот источники, долговые источники возвращать тем или иным образом. Теперь то, что касается областного бюджета. По доходам мы имеем где-то порядка 65 миллиардов рублей, по расходам мы имеем порядка 71 миллиарда рублей. То есть дефицит составляет тоже около 6 миллиардов рублей и тоже основной источник финансирования долговой. Примерно в полтора раза планируется с 23 до 38 миллиардов рублей и увеличить, ну, как бы, плановые показатели, верхние показатели объемов государственного долга субъекта Российской Федерации с названием Ульяновской области. Это, опять же, планово, как бы, вот по вот этому закону, по проекту бюджета составит около 80% в 2022 году, около 80% собственных доходов. Еще 20% и Ульяновскую область можно объявлять банкротом. Так же, как сейчас объявлено, как бы, внешнее финансовое управление в республике Ингушетия. Поэтому вот этот вот источник, как бы, долговой источник финансирования бюджетной системы, это вещь очень тяжелая. Очень тяжелая. И для региона тоже очень насущный вот этот вот вопрос, а кто будет выплачивать вот эти вот долговые обязательства? Все-таки это ни много, ни мало, а порядка 40 миллиардов рублей будет. Кто будет выплачивать вот эти вот долги? То есть, можно, конечно, надеяться на то, что основной кредитор в виде Минфина, ну, как бы, простит эти долги. А если не простит, чем мы будем расплачиваться в этом отношении? Кто и чем будет расплачиваться? Поэтому вот здесь, как бы, при выборе политики управления бюджетными расходами существуют два варианта, две модели. Вот первая модель, она у нас фактически была опробирована, и по всей видимости, она, как бы, заложена и дальше на следующую трехлетку. То есть, мы пытаемся, невзирая на доходы, за счет увеличенных государственных расходов и, соответственно, растущего дефицита, бюджета, растущего государственного долга, поддержать региональную экономику, поскольку другие компоненты экономики в виде инвестиций, потребительских расходов, разницы между, как бы, экспортом и импортом, я перечислю три из четырех компонентов валового внутреннего продукта, они сжимаются или стагнируют. Поэтому других вариантов, кроме как увеличения государственных расходов, до стимулирования экономики у нас нет. То есть, мы пытаемся, как бы, за счет увеличенных госрасходов запустить вот этот вот останавливающийся, остановившийся механизм региональной экономики, надеясь на то, что, когда экономика региональная будет показывать высокий показатель роста, мы тогда вернем все вот эти вот долги. То есть, такое циклическое, как бы, циклическое управление долгом. На этапе спада госдолг увеличивается, на этапе роста государственный долг сокращается. В итоге, так сказать, за весь цикл получается нулевой баланс. Вот это вот первая модель. Вторая модель, она более в этом смысле, как бы, сиюминутная. То есть, нужно балансировать конкретно вот в год. Вот имеем, например, текущий 2021 год. Сколько у нас доходов? 65 миллиардов рублей. Ну, расходов, значит, должно быть столько же. Потому что не очень понятно, как я уже вот сейчас неоднократно сказал, кто и когда и как будет вот выплачивать вот этот вот государственный долг. Вот последние 6 лет в регионе мы проходили первую такую вот модель, как бы. Но мы видим, что, несмотря на предпринимаемые усилия, вот эта вот модель, как бы, к эффективному запуску, или перезапуску региональной экономики не приводит. Поэтому в настоящее время я считаю, что для нас очень важно перейти ко второй модели. Чтобы мы не множили вот этот государственный долг перед жителями области. Ну вот, и, соответственно, с непонятными вопросами, а кто и за что, и, как бы, на основе чего будет выплачивать этот долг. У федералов все попроще в этом отношении. В стране есть, во-первых, золото-валютные резервы, около 600 миллиардов долларов. А с другой стороны есть фонд национального благосостояния. Составляет он, ну, тоже где-то порядка 9-10 триллионов рублей, такой в активной части, в доступной. У региона нет ни того, ни другого в этом отношении. Поэтому для нас, конечно, вот такая вот циклическая, как бы, политика управления государственным долгом, она несет существенно больше риски, чем для федералов. Поэтому вот об этом, конечно, говорят многие специалисты. Поэтому я сейчас считаю, что, собственно говоря, по тому, как мы проходим 2020 год, ну вот, все же каких-то перспектив, вот, выхода на быструю траекторию, восстановительного роста мы не видим в этом отношении. Мы фактически не преодолели еще даже тот спад, который мы начали погружаться, ну, вот, со второй половины 2019 года, коронавирус, как бы, это все ускорил. Поэтому о каких-то близких перспективах восстановления и начала возврата государственного долга не говорит и вот проект бюджета, который внесен, вот, и принят в первом чтении и предусматривающий в полтора раза увеличение государственного долга для Ульяновской области. Поэтому, на мой взгляд, настало время как раз балансировать все это вот в текущем, в этом понимании режиме, чтобы не передавать своим детям вот этот вот растущий государственный долг. Я немного хочу возразить Анатолию Евгеньевичу по поводу политики в сфере управления государственным долгом именно на уровне Ульяновской области. Действительно, проблема стабильности и сбалансированности бюджета – это основная проблема нашего региона. Но в чем еще, как бы, другая проблема – построение всей финансовой системы нашей страны. Финансовая налоговая система в России однозначно сильно централизована. Из 85 субъектов Российской Федерации практически основная масса, это 70 субъектов, это регионы-доноры, поскольку действительно налоговая система сформирована таким образом, что все основные налоги идут в федеральный бюджет. И структуры доходов бюджета регионов, когда 50% – это собственные налоговые и неналоговые доходы, и 50% – это дотация свыше стоящего бюджета федерального, это нормальная стандартная структура бюджета регионального, других субъектов. И действительно, сбалансированность бюджета достичь очень сложно, когда, с одной стороны, есть ограничения по темпам роста доходов бюджета, с другой стороны, есть обязательства регионального правительства выполнять социальные какие-то задачи. Действительно, 2020 год очень сложный, и проблемы с падением экономики, как вследствие пандемии, снижения экономической активности. Поэтому рост государственного долга, с одной стороны, объясним, с другой стороны, с чем я соглашусь с Анатолием Генчим, все-таки нужно стремиться балансировать между доходами и расходами, и жестко контролировать расходы. Каждый рубль расходов должен быть эффективным. Это моя жесткая позиция. Каждый рубль расходов должен быть направлен на решение социальных задач, а если они производятся в виде каких-то субсидий, дотаций, льгот, то это должно быть все экономически обоснованно. Мы должны иметь либо экономический эффект в виде роста последующего налоговой базы и, соответственно, налогов, либо действительно решение каких-то острых социальных задач. Все-таки последние годы Анатолий Генчим сказал, что в 6 лет мы проводим политику по наращиванию государственного долга. В Ульяновской области немного не соглашусь. Был период, когда государственный долг стабилизировался на достаточно определенном уровне, наблюдалось даже его некоторое снижение. И затраты на обслуживание государственного долга в структуре бюджета снижались, поскольку Министерство финансов области стремилось заменить дорогостоящие кредиты коммерческих банков на, соответственно, по низкой процентной ставке централизованных кредитов. Такая политика проводилась. Но бюджет 2021 года и последующих 2022-2023 годов показывает, что долг растет, и обслуживание государственного долга тоже существенно зарастает. Это, конечно, очень сильно настораживает. В последние годы бюджет дефицитный у нас считается. Все-таки что лучше, профицит или дефицит? Стабильность. Очень сложно добиться. Он у нас все время, в регионе у нас все время был дефицитным. Ну, с исключением, может быть, отдельных, искусственных взятых годов, когда вот профицит, по-моему, пару лет назад, вот этот, Владимир, у меня есть специальный профицит, это была искусственная такая ситуация для того, чтобы регион получил возможность привлечения межбюджетных трансфертов от Минфина не под 7-9% годовых, а там под 1% или меньше. То есть, реально у нас в этом смысле бюджет был все время дефицитным. И в целом вот как бы ясно, что вот, я думаю, нашим слушателям тоже понятно, что бюджет, он что на уровне страны, что на уровне региона, что на уровне семьи. То есть, если у нас в семье доходы упали, а мы наращиваем расходы, влезаем в какие-то дополнительные кредиты, то ни к чему хорошему это привести, в принципе, не может. Рано или поздно это кончится банкротством, либо физического лица, либо более крупного территориального образования. Поэтому вот в эти игры с увеличением государственного долга играть нужно очень осторожно. Поэтому я, конечно, за сбалансированный в этом понимании бюджет. И второе в этом смысле. Вот Ольга Владимировна сказала, что у региона необходимо выполнять как бы определенные социальные обязательства. То есть, если эти обязательства взял на себя сам регион, тогда, когда были деньги, почему мы должны нести их тогда, когда у нас денег стало меньше? Поэтому в этом смысле необходимо пересматривать, в том числе и как бы номенклатуру социальных пособий, социальных каких-то вот таких трансфертов, которые выделяются, различных видов помощи, поддержки. Да, была возможность раньше, когда были больше дохода. Сейчас такой возможности нет. Сейчас задача не обвалить всю бюджетную систему в этом отношении. Поэтому мы должны здесь априори, если у нас нет, как у федерального бюджета, какой-то подушки безопасности в виде фонда национального благосостояния, резервного фонда, стабилизационного или какого-то другого фонда, мы должны в данном случае, что других вариантов просто нет, так же, как и в семье. Доходы упали, все хочешь выжить, сокращай расходы в этом понимании. А не беги в банк за кредитами, потому что даже если тебе дадут, то тебе дадут под очень высокие проценты, и все это закончится просто рано или поздно, отъемом у тебя имущества. Я немножко хочу сказать, что говоря о том, что регион должен свои социальные обязательства выполнять, я имела в виду, что это прежде всего заработная плата бюджетникам, работникам социальной сферы. Здесь соглашусь с Анатолием Евгеньевичем, действительно, пересмотр различного рода пособий, формирование какого-то разумного портфеля. Обязательства. Обязательства. Это, конечно, необходимо. Пересмотр всех льгот, какие целесообразны, какие нецелесообразны. Это, прежде всего, задача управления расходами, в том числе, расходами. Это первостепенная роль играет. Если говорить о доходах, в Ульяновской области один из главных доходов — это акциза на алкоголь. Как, по-вашему, правильно ли это самый главный доход, акциза на... Да, ну тут, как бы, да, такая двоякая позиция. То есть, с одной стороны, когда в регионе наращивается объем производства, прежде всего, пива, именно у нас в структуре, как бы, собственных доходов, 40-49, там, примерно, миллиардов рублей, на 2021 год, общий объем собственных доходов регионального бюджета, примерно 40% занимают акцизы. А из них большая часть — это акцизы на пиво, которые даются, прежде всего, двумя основными производителями пива. Это пивоваренный комбинат «Завод Трехсосинский» и «Эфес». Вот, поэтому, с одной стороны, конечно, когда мы наращиваем производство пива и, соответственно, увеличиваем вот эти источники, акцизы на пиво в региональный бюджет, это воспринимается хорошо. Потому что у нас увеличиваются доходы, а в связи с этим мы можем увеличить и расходную часть вот на различные социальные программы, здравоохранение, образование, культуру и так далее. И это, естественно, тоже играет свою положительную роль. Но, с другой стороны, нужно понимать, что пиво — это не лимонад, это не минеральная вода. Мы приводим вот к расширению объема потребления пива, потому что у нас население сокращается. Это приводит к алкоголизации населения. Пивной алкоголизм никто не отменял. Поэтому в этом отношении, как бы, вот то, что хорошо для бюджета в плане увеличения производства пива, увеличения акцизов, очень плохо для демографии. И это, естественно, нужно всегда иметь в виду, чем мы платим вот за дополнительное увеличение доходов бюджета в этом смысле. Поэтому, конечно, в идеале хотелось бы не иметь такую зависимость регионального бюджета от акцизов на алкоголь, поскольку здесь очень мощный такой негативный социальный эффект. Я добавлю, не с точки зрения здоровья, охраны здоровья населения, сколько с точки зрения финансовой, так скажем, зависимости регионального бюджета. Вот на 21 год акцизы составляют, в бюджете на 21 год акцизы составляют 39,4% всех налоговых поступлений. И вот как Анатолий Евгеньевич сказал, это практически два завода, два предприятия. Представляете, какая зависимость регионального бюджета от двух предприятий? Мало ли что случится, они приостанавливают деятельность. Какую огромную долю доходов теряет региональный бюджет? То есть финансовая зависимость велика. Это как бы отрицательно, однозначно. Когда бюджет диверсифицирует, то есть доходная часть, то есть основную долю в доходах составляют налог на доходы физических лиц, это говорит о том, что финансовая зависимость низка от бюджета. И это говорит о том, что высокий уровень доходов населения прежде всего. Поэтому с этой точки зрения как бы это плохо. С другой стороны, сегодняшняя ситуация нам на руку. Почему? Потому что ждать роста налога на прибыль не приходится. 2020 год тяжелый. Мы видим, как падает сальдированный финансовый результат, по данным статистике. То есть предприятие в тяжелой ситуации. Налог на доходы физических лиц. Большого роста тоже не предвидится, поскольку реальные доходы населения снижаются. Да, будут проиндексированы зарплаты бюджетникам, но это не тот рост, который необходим. И вот в этой ситуации акцизы практически представляют единственный стабильный доходный источник нашего бюджета. Ну, как я говорю, не было бы счастья, коль несчастье помогло. Но тем не менее, все-таки с точки зрения, вот так скажем, стабильности бюджетной системы, нужно немного перестраивать структуру. Вот в свое время я как бы считала, и то есть пофиг считаю, что это было бы правильно, использовать этот стабильный источник для роста доходов населения нашего региона, расширять налогооблагаемую базу по НДФЛ. Ну, мы, к сожалению, этого немного не достигли, этой цели, но имеем, что имеем, что называется. Я вот еще здесь добавлю, то есть бюджет 2021 года, плановый, вот он у нас предусматривает на миллиард примерно меньше собственных доходов. При этом, вот то, о чем мой Владимир говорил, то есть у нас падает абсолютно в выражении доходные источники НДФЛ и налог на прибыль, и увеличиваются, особенно сильно увеличиваются акцизы не на пиво, а на крепкий такой алкоголь, который тоже производится в нашей области. То есть вот зависимость в этом отношении, зависимость алкогольная такая, зависимость регионального бюджета от акцизов, она только возрастает. И здесь действительно вот такая очень сильная зависимость от двух всего лишь крупных таких предприятий, тем более, что, вот вы говорите, я поправлю, тем более, что примерно два или три года назад Трехсосинский ушел в Самарскую область. Ну вот, поэтому, да, там ушел налог на прибыль, ну вот, ну а...